Каждый день сотрудника ОМОНа проходит четко по расписанию. Стрельба, занятия с собаками, физические и умственные нагрузки. Современный разгвардеец должен ежедневно развиваться и совершенствовать свои навыки. В случае чрезвычайной ситуации все сотрудники реагируют молниеносно и спешат на помощь. Инженер-сапер – одна из самых опасных профессий. Задача ликвидировать взрывное устройство ложится именно на него. На груди нашего героя красуется множество наград – все за отвагу и бесстрашие перед лицом опасности. Моей должностной обязанностью входит поиск обнаружений, идентификация, локализация, уничтожение взрывоопасных предметов на территории Ульяновской области. Выезжаем на объекты, инфраструктуры, а также административные объекты Ульяновской области. Выполняем функции по поиску обнаружения взрывоопасных предметов. И, соответственно, если какие-то возникают моменты звонки по угрозе взрыва, мы, соответственно, реагируем и тоже выезжаем на данные мероприятия. Саперы работают в экстренных ситуациях в любую погоду. Все нужно делать быстро, а главное – с ювелирной точностью. Любой неверный шаг может стоить очень дорого. Прежде чем подойти к взрывному устройству, специалисту взрывотехнику необходимо надеть защитный костюм, который весит примерно 36 килограмм. В арсенале сапера не только защитный костюм, но и множество оборудования, без которого специалисту взрывотехнику пришлось бы туго. Это, можно сказать, главные друзья, товарищи, помощники специалистов взрывотехников, которые сопровождают нас на всех выездах, помогают нам четко, грамотно и безопасно, самое главное, выполнять наши функции. Первый представленный прибор – это газоанализатор паров, взрывчатых веществ, пилот. Проще говоря, это искусственный нос собаки. Искусственный нос, радиолокаторы, комплекты досмотровых средств, блокираторы и многое другое несет верную службу инженерно-техническому отделению. Среди массы помощников есть особенные, самые верные, те, кто никогда не ошибается. Это хвостатый напарник, кто первый вступает в бой со взрывчаткой. Минно-розыскные собаки – такие же сотрудники, как и все. Их навыки регулярно спасают жизни людей. Сейчас мы увидели, что МРС обозначил специальным сигналом замирания, наличие взрывчатого вещества в данной машине. Где у нас лежат имитаторы взрывчатого вещества – тротил. Сотрудники отделения вместе с четвероногими напарниками несут службу не только на территории Ульяновской области, но и выезжают в зоны боевых действий, в том числе и в СВО. Там омоновцы занимаются территориальной обороной. Светлана Карпухина, Данил Сурков, Улправда ТВ.